Официанты, парикмахеры, визажисты, фитнес-тренеры, обувные мастера. 16 тысяч жителей региона сейчас нуждаются в поддержке не меньше врачей. Коронавирус парализовал сферу услуг. Чтобы люди не потеряли работу, правительство региона и страны уже разработали комплекс мер и продолжают его совершенствовать. Мы сейчас подготовили перечень видов деятельности, связанных с бытовым обслуживанием населения, которые рассматриваем на предмет возможности начала их работы, не дожидаясь 30 апреля. Где идет, например, ремонт бытовой техники, часов, обуви. То есть это вопрос контакта конкретного предпринимателя или сотрудника, который может обеспечить себя средствами безопасности, дистанцировавшись, и потоком, который явно не является проходным и явно не является массовым. Кроме того, субъектам МСП, наиболее пострадавшим от коронавируса, список можно посмотреть на сайте Министерства экономического развития страны, предоставлена полугодовая отсрочка по аренде имущества любой собственности, государственной, муниципальной и частной. Предоставляется она до 1 октября 2020 года. Воспользоваться можно, как только в регионе ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса. В Ярославской области это произошло 7 февраля. Притом отсчет идет именно с этого времени. То есть сейчас можно попросить от арендодателя не требовать платежа за март. Если вы его, конечно, не внесли. Отдавать деньги можно вплоть до 2023 года, и платеж может быть не больше половины ежемесячного. Есть и финансовые механизмы, например, беспроцентный кредит на зарплату сотрудника. В конце марта был принят закон. Уже в первых числах апреля пошли первые выдачи. Мы даем кредит не раз во всей суммы, а по мере прохождения месяца календарного на выплату зарплаты своим работникам, которые в этот месяц работали на предприятии. Причем немаловажно стоит подчеркнуть, что согласно федеральному закону подлежат кредитования только компании, где численность работников сокращается не более чем на 15%. Также фирмы могут воспользоваться кредитными каникулами сроком на 6 месяцев. В нашем регионе такую услугу уже воспользовались больше 300 раз. Общая сумма выплаты, по которой приостановили, составила больше миллиарда рублей. Павел Волков, Денис Лосев. День события.